Приветствую вас, друзья! Несистемная позиция готовится к всероссийскому протестному уикенду. В субботу в ряде городов, включая столицы, намечены акции солидарности с Хабаровским краем, жители которого выходят на улицу уже несколько недель. Об этом уже сообщили практически все средства массовой информации. Также сообщается, что такие акции могут перейти в еженедельный формат. Естественно, пропутинские блогеры из средств массовой информации говорят об этом в другом ключе, обвиняя позицию в том, что все это не согласовано и незаконно. Но народ, несмотря на все это, все равно решил выйти. Например, компания Нет официально наметила сбор подписей под иском в суд об отмене конституционного плебисцита. О выходе на улицу заявили практически все либералы, левые националисты и другие течения. В сети уже появился анимационный видеоклип в рэп-стиле с танцующими голубями, в котором гражданам России предлагают не оставлять голубей без ежедневной пищи. Потому что только сытый голубь сможет долететь до Москвы, чтобы испачкать Кремль. Штабы Навального также планируют участвовать в шествиях. Стоит сказать, что ни о каком прямом призыве к выходу от оппозиции не звучит. Люди сами самоорганизовываются, без участия каких-либо сил. Оппозиция отмечает, что только низовой протест активно поддержаны массами и имеет перспективы. Людям, которые сами начнут выходить, нечего предъявить. Все это будет народным мероприятием, а значит никакой организованной акции протеста не может быть и речи. Таким образом, власть просто обязана соблюдать права граждан. Любые возможные задержания будут незаконны со стороны властей. Ну что же, ядросам и Путину явно будет весело. В Москве, уверен, властемущие будут готовы, но не стоит забывать, что в Москве огромное количество площадей, куда могут выйти люди. И вряд ли удастся все площади покрыть Росгвардией для разгона акций. Так что следим за развитием событий. Уже многие граждане в регионах поддерживают акцию по кормлению голубей. Бурятия присоединяется, и сейчас я хочу, чтобы вы услышали бывшего разгвардейца, который открыто осудил действия своих сослуживцев, когда те жестко разогнали протест в Бурятии. Я думаю, вы помните эти события. Виктор Харжиров теперь уже не разгвардеец. Его быстро уволили, но он по-прежнему выступает за наши с вами свободы. Давайте послушаем. Нам необходимо освободить Россию от единой России. Прошу прощения за такую автологию. Это будут не митинги, это будут не сходы, это не будут массовые пикеты. Не стоит обманывать, прятаться за ширмой всяких выдуманных названий для выражения своих убеждений. Это наше конституционное право. Выражать, приходить и выражать свой протест против всех безобразий, чинимых партией единой России. Правящей партией единой России, которая является на данный момент главным политическим инструментом в руках вот этой олигархической, чиновничьей, бюрократической преступной власти. Эту партию невозможно победить на выборах. А почему невозможно? Потому что она поставила во главе избирком всех уровней только одних жульков и воров. Воров наших с вами голосов народа. И вот в некоторых регионах это не прошло. Победили не единорусцы, так вот как в Хабаровске в 2018 году местную думу, то есть краевую думу, из-за тупости местных единорусцев, ну и московских кураторов, так называемых черных политтехнологов, которые были уверены, что народ это послушное быдло, его можно обманывать, врать там в три короба, и они все равно придут и проголосуют. Но Хабаровск устремился к свободе. Они взяли и опрокинули единорусцы. Тупое жадное московское варьё довело ситуацию до того, что народ восстал. И сейчас он стал свободным. Люди сейчас выходят на улицы, выходят на площади. Тогда, когда они считают это нужным. Люди собираются там, где хотят и когда хотят. Народ это единственный источник власти в нашей многонациональной стране. И тот, кто эту власть узурпирует, хочет забрать её у народа, это либо жадный тупица, либо преступник, злоумышленник. И поэтому Единая Россия нужно гнать с востока, с самого дальнего востока до самой западной границы нашей страны. Вырвать эти политические инструменты из этих подлых, грязных рук, этих мастеров политических махинаций, политического мошенничества. Политические преступления перед народом правящая партия в 2021 году станет изгоем российского общества. Состоять в её рядах, это значит просто оставаться преступником, соучастником всех антинародных политических преступлений. Член Единой России недалек тот день, когда ты будешь публично каяться, что вступил в эту партию, будешь просить у народа прощения на коленях, а депутаты единороссов будут сдавать мандаты. Ну, а они, конечно, будут по привычке врать, что их заставили, что их обманули, какие-то обману путём заставили вступить в эту партию. Что они выполняли, какие-то чужие приказы сверху, то есть деваться им было некуда. Что-то подобное мы уже слышали в мировой истории. Это как вот солдаты вермахта, солдаты эссоции и других нацистских формирований, да, после войны, после окончания Второй мировой войны, пытались как-то обелить себе то, что они выполняли преступные приказы, потому что они были под приказом, да, то есть они были всего лишь солдаты. Пришло время выметать вот эту нечисть единороссов из каждого уголка нашей великой страны, в каждом городе, в каждом селе узнавайте, кто принадлежит Единороссии. Очистим нашу многоностранную страну от этого жюле, вот этого в воре. Если у вас, друзья, есть семьи, есть у вас дети, подумайте о них, им же жить дальше. И поэтому, чтобы наша страна изменилась, а она уже изменилась после всех событий, протестных событий в Хабаровском крае, я думаю, наша страна уже стала совершенно другой, народ стал просыпаться. Путин и Кремль явно в напряжении. Они понимают, что если люди массово выйдут, то остановить это будет очень трудно. У них просто силовиков не хватит на каждого. Сколько людей решится выйти и покормить голубей, мы узнаем уже совсем скоро. На данный момент все. Всего доброго, до новых встреч.